Продолжаем проходить Pokemon Black 2. Мы сразились с командой Плазма на их корабле, практически полностью исследовали, но разумеется, нас снова оттуда вышвырнули и заставили идти дальше, к самому концу, Giant Chasm, где мы в Black White сражались с Кюремом в прошлый раз. Но это было абсолютно не сюжетное место и не обязательно для посещения. А теперь, поскольку Кюрем захватен командой Плазма, что было очевидно с самого начала игры, нам нужно воевать с ними дальше и спасти Кюрема. Ты уже здесь, а? Все, кто пытается заблокировать нас, сбежит прочь, поджав хвосты между ног. Эй, всё хорошо, мы все настроились. Ну наконец-то, давайте пойдём. Ты сейчас один, так что кого из нас ты собираешься ткнуть? Ой, это я, я, бывший член команды Плазма. Тот, кого Рут попросил быть шпионом. Ах, да, я помню тебя. Быть бывшим членом команды Плазмы сложно, не так ли? Ты знаешь, Энн был так хорош к покемонам, и всё, что я хотел, это защищать покемонов от плохих людей. Что ж, я полагаю, если мы не сломаем команду Плазма, тогда чуваки как ты и этот Энн всегда будут подчиняться злодеям. Вернее, считаться злодеями. Ладно, я иду отсюда, Джон. Пью. Ох, спасибо тебе, это так мило. Даже если мы говорим, что это для покемонов, в конце мы делаем всё, что мы хотим делать. Пожалуйста, извини меня, здесь всё ещё кое-что, что мне нужно сделать. Ладно, ладно, поускакали все до единого, блин, опять меня одного оставили. Ну ладно, я бедненький, несчастненький, но я переживу такое, да уж. Здесь везде разбросаны ещё куча вещей, кстати говоря. Нам нужно спуститься, как обычно, вглубь пещеры. Так же, как и в Блэквайт, здесь можно ещё поискать всякие ништячки интересненькие. Ну и, в принципе, я этим сейчас и займусь, потому что ништячки полезные. И тем более, здесь есть главный ништяк где-то. Ну, может быть здесь, не знаю, может быть в центре, там поищем, короче говоря. Так, только, конечно, придётся долго здесь курсировать вокруг. Ну, ничего страшного, вы уж извините за эту задержку, но придётся поискать. Ага. Да, главный ништяк найден, Айсбим. Гидропомпа, конечно, хорошая вещь, которую я уже использовал в битве против команды Плазма, но она всё равно слабая. Ну, в плане того, что она хоть и сильно бьёт, но... Неудобная вещь, короче говоря, потому что у неё низкая точность и мало ПП. Так что Айсбим, так же, как и в четвёртом поколении, который мы использовали против команды Рокет, теперь будем использовать против команды Плазма. Да, последний мув. Теперь, наконец-то, мой самурод при полном экипе будет. Но, опять же, вон, видите, разница в атаке не такая уж большая, а вот в точности ПП уже сильная, заметная. Так что, прощая гидропомпа, она хоть и мощная, но всё-таки пусть будет Айсбим. Айсбим теперь, по крайней мере, будет драть всех, всяких там жуков и траву и так далее. И, разумеется, заранее изготовленные ПП апы все на это потратить. Так, раз, два и три. Есть. А вот теперь другое дело. Теперь мы заряжены на сражение, как никто другой. Правда, надо бы ещё, конечно, Айс Панч, вот-вот, Файр Панч, Дармонитана прокачать. Но это мы успеем сделать, я думаю. Ладно. Главное сейчас это заняться исследованием оставшейся части этого региона, этого, этой местности, так сказать. Пока мы не соберём все самые, всем самые вкусные вкусности, после чего сразу же побежим наружу, я обещаю. Так, стоп, а это что за место? Ах, это же первый выход из Джанчазма, тот самый, в котором мы были в Блэквайт, если помните. Да-да-да, мы именно здесь и торчали когда-то. Теперь-то, разумеется, просто уже ненужное и всеми забытое место, где можно просто пособрать ещё немножко ништяков. Вот лунный камень, например. Да уж. И, кстати говоря, да, там же ещё можно открыть выход в эту часть. Ну-ка, ещё какая-то вещь лежит, интересно. Понятно, с той стороны лежит где-то. Нужно открыть выход, чтобы мы могли, если что, пройти потом в будущем с этой стороны. Так. Max Potion, хорошо. Сейчас меня закидывают ништяками просто по горло прям буквально. Ну, конечно, самое главное я уже получил. Ice Beam. Всё остальное мне уже не так важно. Ну и, собственно, вот и всё. Вот он и выход к дороге 13, который мы уже видели. Так, тоже какие-то тупики везде. Ну-ка. Heard Scale, неплохо. Хоть и нафиг не нужно. И гиперезелиться. Это тоже сойдёт. Ну, ну понятно, сейчас нас в конце концов ожидает финальная конфронтация, потому что, как вы видите, идти просто больше некуда, потому что Giant Chasm это последняя точка отправная перед концом игры, так что, конечно, нужно со всем этим сразу же разобраться. Так. Малч ненужный. До выращивания травки всякой там. Ну ладно. Халява всё равно это халявистая. Так что пригодится. Хорошо, что хотя бы в этот раз, с пятого поколения, когда скалы стали большими, они хотя бы сохраняют своё движение, их не нужно... Вернее, сохраняют своё местонахождение, их не нужно заново толкать. Так что мы теперь разблокировали проход, и можем теперь пользоваться им сколько угодно раз. Но, разумеется, это всё не так важно. Нужно идти спасать кюрема. Срочно. Пока у нас есть время. Пока его там не сожрали, не расчленили, что-то там ещё из них не сделали. Или пока он кого-нибудь не сожрал, не расчленил. Опять же, если в Black White мы его видели просто как обычного босса, от которого нет никакого толку, но, видимо, разработчики с самого начала, так же, как и с Платиной, планировали сделать третью версию, так же, как и с Эмералдом и так далее, вводить третьего покемона, о котором практически никто не знал, который максимум там упоминался где-то, или вообще не появлялся. Так, а это что за место вообще перекрытое? Чё тут встали, уроды? Мы стоим здесь, чтобы наши враги не смогли пройти... не смогли сделать овол. Что за овол? Что, дебилы, что ли? Кто не пройдёт? Приказы мудрецов. Какие козлы, а? А вообще, да, я знаю, что это за место. Это же выход к Викторе и Рот, как раз таки. Единственное, неповторимый выход, кстати говоря. Так, стоп. Тут ещё что-то есть интересное. Ага. Ультраболл сойдёт. Ну и ладно, перекрыли, хорошо. Мне пока что к чемпиону идти незачем. Чемпион дерьмо собачье, потому что никак не пытается поучаствовать в событиях этих. Несмотря на то, что команда Плазма и её действия вполне так очевидны. Ну ладно, тот геймлидер, который... Чё это сказать? Который торчит там у себя в стадионе и плавает туда-сюда. Ещё из Умутхауса. Хрен с ним. Но вы-то все как можете не реагировать на всё происходящее вокруг. Это же очевидная катастрофа. Угроза всему миру. Угроза безопасности всего мира. Всего региона Юнова. И всем насрать. Один только Черен там ещё бегает из всех и всё. Даже не Бианка там с профессором Джунайпер. Один только Черен и всё. Ну в самом деле, как так? Ай, почему вы все такие пофигистые? Ну ладно. Спасать мир так спасать мир. Ух ты! Донстотопическая битва. Замес старой команды Плазма с новой. Иди сюда. Подожди секунду. Он говорит, что он хочет поговорить с ними, чтобы его старые друзья не пострадали. Ах, я скажу это столько раз, сколько необходимо, пока вы не поймёте. Настоящий план Гедзиса это захватить регион Юнова. Освобождение покемонов было ничем, кроме как оправданием. Если что-либо, мы... Вернее, чтобы не произошло, мы заставим покемонов страдать. Ух-ух, да. Это хорошая речь, старичок. Ты дурак. Мы не собираемся слушать то, что предатель говорит. Что ж, похоже, это не сработало. Эй! Ух, все пересрались как. Дайте мне пройти. Что ты говоришь? Ищешь... Ищешь проблем? Я собираюсь вернуть похищенного покемона назад. Я не буду слушать злодеев, как вы. Рут, экс-стимплазма. Почему вы держите покемонов на своей стороне? Чтобы защитить то, что важно для вас, не так ли? Даже если ваши милые покемоны пострадают, даже если ваши идеалы повреждены, время сражения сейчас. Ты просто ребенок. Прекрати поступать как крутой. Неважно. Никто не пройдет близко к фрегату плазмы. Уберите их всех отсюда. Джон, как обычно, бери второго. Как он сказал. Мы собираемся сломать вас вместе с предателями. Потому что команда Плазма существует, чтобы причинять проблемы. Продолжение следует. Д has . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Понял. Если я спасу его, это поможет вам... Так сказать... Разобраться, короче, в районе, так ли? Полагаю, я помогу вам тоже. Или типа того. Ну и ладно. В этот раз я верю, что мы на стороне правосудия. Служа моему королю, Энн, я собирался сделать мир без войны. Но я провалился, я не смог увидеть несчастье, которое мы причинили. Вот почему я не могу позволить этому случиться снова. И эпичный замес будет проследить без нас. Разумеется, просто в виде того, что они стоят и всё. Эх, ну ладно, что поделать. С командой Плазмом мы ещё немножко повоюем в будущем, можно не волноваться. Пока что пускай воюют сами, что ж. Да уж, как-то малатый замес, я бы сказал. Там было больше народу у Руда в квартире. Это было то, что я мог ожидать от кого-то, кто носит покемонов с покеболами. Что ты собираешься делать сейчас, это не более чем попытки сопротивляться неизбежному, типа того. Ух ты, они заморозили грань час, я смотрю, неплохо. Это то, что вы решили понять, обмениваясь ударами. Это то, что значит быть молодым, не так ли? Или типа того. Ох, я могу почувствовать, как сильно эта персона чувствует себя. Это заставляет меня сомневаться в себе. Чё-то как-то слишком пафосно уже пошло. Это предательский мудрец. Мне нужно сломать его, расплющить его в дерьмо. В этот раз я верю, что мы сражаемся на стороне правосудия, служа королю Энн и так далее. Ну ладно, не позволим, так и позволим. Не игнорируйте покемонские чувства и не отделяйте их от их тренеров. Мы собираемся подчинить Юнову и застилать всех покемонов нашими. Тогда наше падение два года назад никого не будет волновать. Я не волнуюсь насчёт вас всех, потому что вы не можете побить нашего босса. Я останусь здесь и побинаю этих предателей. Мы собираемся заморозить Юнову полностью и похитить покемонов всех. Да уж, ребята, вы действительно круто и ничего не скажешь. Столько пафоса, столько мощности, так сказать, в вашей музыке, в ваших атаках и так далее. Но, разумеется, всё бесполезно. Потому что мир будет моим. Потому что я очередной будущий чемпион, разумеется. Который порвёт всех абсолютно, так что мне плевать, чего там ходите. Но ваше время, так сказать, как обычно, истекает здесь. Именно здесь. И снова на плазмо-фрегате. Так, сюда, ребятки. Кто вы тут повставали везде? Он ужасен, он не может быть человеком. Но он был таким глупым кьюфишем по его голове. Действительно. Все на Юнове будут заморожены льдом Кьюрема. Интересно, в порядке ли Дзинзолин? Он, похоже, не любит холод. Сделать то и другое и так далее. Лёд Кьюрема более сильный, чем решрамы огненные столбы или страшные молнии Зикрома. Да ну. Чё-то не верится, я бы сказал. Кретин, не мешайся с подчинением Юнова от команды Плазма. Иди вперёд. Я собираюсь заставить их сказать мне, где находится Шедо Триада. Если найдёшь Пурлойн или Шедо Триада, дай мне знать. Ну ладно. Ну ты крутой, конечно, Хью. Собираешься воевать со всеми в одиночку. Ну молодец. Так, теперь, так, я смотрю, открыто практически всё. Кроме подвала. Все подвалы до сих пор запечатаны. Странно. Комната с Кьюремом. Но похоже, сейчас я не успогу ничего сделать здесь. Я не умею контролировать все эти интересные машины. К Кьюрему остаётся сидеть тут внизу. Ну ладненько. Мы ещё к нему проберёмся как-нибудь, я надеюсь. Нужно пока что пробиться. Пробиться через все эти сопротивления. Через всех тех уродцев. Разобраться с каждым из них лично. Всех разорвать. Всех выпотрошить. И так далее. Чтобы спасти мир. Да. Чтобы мир спасти от разрушения. Чтобы сплотить всё наше поколение. Я сделаю засаду. И так далее. Какой-то странный сленг у него. Охо-хо. Ты был засажен. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Без понятия, не так ли? Я дам тебе ещё одну подсказку. Второе число, это два. Так и запишем, спасибо. Хотя не факт, что это правда. Мало ли ещё. Но они могут мне и наврать. Это же враги, в конце концов. Я тренировал себя бесконечно два года, чтобы... Эм... Чтобы иметь правосудие для команды Плазма. Я не проиграю никому больше. Продолжение следует... Но если я проиграю, я не смогу нести правосудие. Мой план для правосудия. Я буду нести его, неважно кто что скажет. Неважно что. Теперь, ты знаешь... Даже если ты ничего не знаешь об этом же, типа того. Ладно, плевать. Носить что хотите от вас, всё равно никакого толку нет. И вы как только вы проиграете, вы исчезнете навсегда из моей жизни. Я вас даже не вспомню, к сожалению. Потому что, увы, время всех... Здесь всех команд проходит. Ну разве что ещё команда Магма в будущем снова станет нашим соперником. Ну а до этого тоже нужно будет дожить. Ладно. Место, состоящее полностью из трупов, так сказать. Где нужно собирать вещички так же, как обычно. И сражаться с новыми останками команды Плазма. С новыми останками, так хорошо сказано, кстати говоря. Ну-ка. Их тут много ещё торчит. Вон сколько рассосалось-то по всем углам. Неплохо, неплохо. Повоюем с ними хорошенько. Ну-ка. Может быть на секунду потратить время и узреть мои вещи, какие у меня тут остались. Так, что у нас там было? Я уж, кажется, потратил все гиперфоушены, да? На всякий случай, Дармонитана вылечить всё-таки. То мало ли. Ой, зря я, конечно, не прокачал ей ни разу... Три Максы Вайва, да. Спасибо. Спасибо оруду. У меня ещё ни одного не было. Зря я ей не прокачал, конечно. Немножко ПП. Так, ну ладно. У нас есть, в принципе, терры. Просто на всякий случай использую. Так. Ещё, кстати говоря, смотрел, пытался посмотреть вещах, что у меня это интересное. К сожалению, пока что ещё не уверен, что это стоит менять. В принципе, есть смысл, но, блин... С вещами тоже трудно, так сказать... Трудно сказать, что нам нужно использовать. Я дал каждую из моих покемонов вещь, которая усиляет его... Его атаки по его характеристике, то бишь, сам урод у нас будет сильнее атаковать при помощи воды, а... Гармонита при помощи огня, но всё равно не уверен. Тут есть также ещё другие некоторые бустеры, типа тех же самых изумрудов хаоса, да и прочая интересная вещь, Которая повышает, например, вероятность удара при помощи критикал хит и так далее, там, так далее. Блин. Даже не знаю, слишком много всего вкусня, никого, что хочется использовать, но, к сожалению, нет такой возможности. Так что, видимо, придётся сдаться на этом. Так, ну ладно, что у нас там имеется? Ну, как где у нас там был цитрусберри? Аж 10 штук, давно пора использовать. Вот другое дело, теперь можно выебать, так сказать, с полной силой. Ладно, засранцы, мы идём к вам. Мы, то бишь, я и мои покемоны, разумеется. Больше и больше мяса. Мы, команда Плазма, будем править регионом Юнова. Из этой целью отдавай своего покемона мне. На. А куку в руку, как говорится. Дальше. Продолжение следует... 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 Твоё лицо, ну правда заставляет меня беситься Чего моё лицо? У меня волосы ненормальные, а с лицом у меня всё в порядке Видишь, я собираюсь захватить мир И тогда заставить этого идиота Энн заплатить Как предатель Просто его лицо заставляет меня беситься Что у него за фетиш на лица такие, такой странный О, они даже доктора сюда приволокли Странно, что доктор не помогает команде Плазма лечить своих покемонов и драться со мной снова Видимо, слишком крутой для этого, слишком честный, типа того, даже не знаю Ну-ка Если команда Плазма захватит мир, тогда будет очень много покемонов пострадавших И что? Это объясняет то, почему ты дерёшься за команду Плазма Но ведь в конце концов он сейчас дерётся, без того, чтобы помочь мне, не так ли? Доктор Джулиус, блин Скотина это доктор Джулиус, однако Просто скотина Ой, ну ладно Дерётся и хрен с ним Побьём его тоже Но это всё равно, блин, дебилизм это в самом деле Ты находишься в сердце цинодели врага И знаешь, что покемоны пострадают и так далее И ты всё равно готов сражаться с тем, кто собирается остановить их Но не глупо ли это в самом деле? Ой, какой-то кошмар, блин, в самом деле В самом деле, в самом деле На, в самом деле Такой меткий удар между ног Лезяным лучом Довольно, наверное, довольно холодно было Получать такой удар Гррр, скажи мне, пожалуйста Просто, что такое покемонская битва? Что это вообще такое? Что это за доктор такой? Предатель, блин Повреждённые покемоны имеют оба врагов и друзей И навтыкал шприцов в моих товарищей Чик-чик-чик Ты не думаешь, что здесь будет меньше войны Если бы команда Плазма захватила мир? А что, в этом есть, в принципе, интересная мысль Если команда Плазма захватила бы мир И все покемоны были бы их Они ведь не стали бы использовать всех покемонов в битвах, не так ли? Они бы не смогли с тобой столько таскать народу, так сказать И в конце концов Меджи-покемонов было бы захвачено злыми тренерами И использовалось бы, эксплуатировалось Есть смысл в том, чтобы команда Плазма захватила мир, не так ли? Такая пафосная, мощная команда Во главе с интересными лидерами Наполненная этими прекрасными, забавными рыцарями и пиратами Верующими в свои идеалы и не видящими правду, так сказать До тех пор, пока правда не придет в лице нашего маленького тренера Который тоже, по идее, та еще ложь Потому что маленький ребенок не может спасать мир так просто Весь мир этот пол лицемерия, так сказать И тут много всего интересного такого вот К чему можно придраться, чем можно восхититься и так далее И даже не знаешь, в общем-то, действительно ли стоит этим восхищаться Или же наоборот, только сходить с ума от того, как безумие здесь творится вокруг Даже не знаю Ну что ж, ладно С командой Плазма здесь еще, в принципе, предстоит нам повоевать хорошенько Ну-ка Ой, кажется, что ты не так перекрыл Или наоборот так, даже не знаю Тут эти долбанные трубы повсюду так стоят То, что хрен определишься, как тебе нужно пройти вообще А, ну да-да-да, вроде бы я все правильно сделал Тут еще откройся локация Ну хорошо В следующей серии продолжим Мы теперь уже буквально в шаге от победы Так что нужно, разумеется, приложить максимум усилий для того, чтобы эта победа случилась Чтобы мы победили, спасли мир и так далее Даже если нам этого не хочется У нас нет выбора Мы обязаны это сделать И мы это сделаем Очень скоро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok